Польза не оставляет детей в воды без присмотра. В Северный Наринмар пришло долгожданное жаркое лето. С ним же начали появляться несанкционированные пляжи. Сотрудники ГИМС ежедневно патрулируют места отдыха и проводят профилактические беседы с жителями региона. Доводим до людей, в частности до взрослых, конечно. У нас большая часть направлена на взрослых, чтобы они дома ещё раз переговорили со своими детьми. Сейчас многие на работе, у детей начались каникулы, многие предоставлены сами себе, чтобы они ещё раз объяснили детям, чтобы они не подходили к воде ни в коем случае и без сопровождения взрослых, чтобы не находились на реке. В принципе, дети всегда под присмотром со взрослыми. Конечно, не на оборудованных пляжах, но не всегда и купаются, они загорают в основном. Можно ли купаться в местных водоёмах? По словам сотрудников Роспотребнадзора, можно, но только если есть оборудованный пляж. К слову, он есть. Находиться на Голубых озёрах и обычному жителю без машины добраться до него сложно и дорого. Поэтому на Ринмарце устраивает зоны отдыха вдоль всей береговой полосы Печоры. Людей можно понять, конечно. Поэтому мы проводим профилактику, мы не наказываем. То есть в наши обязанности не входит наказать людей. Наше дело предотвратить предотвращение и спасение. То есть, в первую очередь, предотвращение, чем мы и занимаемся. Конечно, людей можно понять, что у нас не так часто выпадают такие тёплые дни, и всем хочется отдохнуть, загорать, успеть урвать от нашего северного лета хотя бы немножко тепла. За состоянием природных водоёмов следит и Наринмарская ОГМС. Круглогодично отбирает пробы, каждый из них соответствует своей гидрологической фазе. Отбираются они на различные показатели, такие как нефти, продукты, железо и так далее. По последнему докладу за 2019 год, который у нас пришёл уже, да, также будет потом за 2020 год, в целом по городу Наринмару у нас, конечно, вода больше грязная, чем чистая. Она у нас жёсткая, и единственное, что PH у неё нормальный, а в целом, конечно, она характеризуется. Есть определённые показатели, которые говорят, чистая, грязная, там, умеренно грязная и так далее. То есть я, конечно, не химик, да, вот не понимаю, но в целом она характеризуется как грязная вода. Это не значит, что мы берём, и она прям грязная. Но по показателям химическим она является грязной. Пить её нельзя. Покупаться? Можно. Пока лето улыбается жителям города тёплой погодой, а раскупаться можно, вперёд на организованный пляж. Наталья Дуркина, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».